Всем привет! Это блог спорта день за днём о российском футболе и я Тимур Валеев. Сегодня мы послушаем историю о том, как великий и могучий Ральф Рангник приехал в Россию, наобещал стрекуруба, а потом сбежал в Англию. Поехали! Все на месте, спортсмены! Я думаю, что сперва нам нужно определиться, как относиться к самому немцу. То есть, он приехал в Россию и, ну, на самом деле, давайте вспоминать с самого начала. Когда появились первые слухи о том, что Ральф Рангник может зайти в локомотив, все воспринимали это как какую-то шутку. Ну, во всяком случае, всерьез это никто не воспринимал. Ну, камон! Где локомотив, а где великий Ральф Рангник? Но, тем не менее, шуткой это не оказалось. Оказалось, что Ральф Рангник заводит свою консалтинговую фирму, которая помогает футбольным клубам в развитии и, ну, делать что-то свое и занимать какое-то определенное место в мировом футболе. Ему дали большую свободу, хотя формально он так и остался консультантом. И, по сути, он много дел наворотил в локомотиве, накупил игроков на 30 миллионов, завел новые отделы, которых до него не было даже в зачатке, привел много-много-много своих людей. И, на самом деле, я так понимаю, что многие это немножко высмеивают. Хотя, опять-таки, сами задумайтесь. Человек строит большой проект, собирается, чтобы все работало, отвечает за этот проект своим именем и репутацией. Естественно, ему нужны люди, которые будут беспрекословно выполнять то, что он хочет. И, мне кажется, только так можно добиться успеха, если у тебя есть идеология, которая, может быть, не всеми воспринимается всерьез, и не все считают, что так вести себя правильно, но у того же Ранвика есть огромный идеальный просто кейс в лице целого холдинга Рэдбула. И я не считаю лично, что те действия, которые произвел Ральф Ранвик в «Локомотиве», надо критиковать, по крайней мере, конкретно вот сейчас. И, по большому счету, я не думаю, что нужно как-то говорить, что Ранвик всех обманул, кинул, избежал. Ну, окей, его позвал Манчестер Юнайтед, главным тренером. Сам Ранвик не раз признавался, что в душе он все еще тренер. То есть, да, он, может быть, гениальный менеджер, но ему нравится работа тренера, что уж тут поделать. И когда зовет Манчестер Юнайтед, то я не думаю, что хоть кто-то бы на его месте отказался, потому что, по большому счету, у Ранвика в карьере, в резюме, единственное, чего не хватает, это как раз-таки мощного топ-клуба с историей, с богатым прошлым. И Манчестер Юнайтед идеально подходит продолжению карьеры, если мыслить в таком ключе. По большому счету, Локомотив немного и потерял с уходом Ранвика. Ведь, действительно, он привел своих людей, наладил процессы, все структурировал и, по сути, подготовил все для плодотворной работы на много лет вперед. А ведь именно много лет вперед его проекты предусматривают. То есть, футболисты, которых он покупает, они явно должны провести пару-тройку лет в команде, чтобы произвести или хотя бы иметь возможность произвести какой-то рост и стать более-менее сильными футболистами, рассчитывать на какую-то перепродажу. У нас, конечно, уже сейчас, там даже полгода еще не прошло с трансферов тех же Технизяна и Марадишвили, но у нас уже сейчас списывают всех со счетов и говорят, что у Ранвика ничего не получится. Локомотив зря вписался в эту аферу и вообще Локомотив оказался проигравшим в этой ситуации. Его обманули, Ранвик уехал, сейчас с ним убегут и его друзья. И, мол, Локомотив останется на дне с потраченными деньгами, в долгах и без возможности на какое-то развитие. Я бы не мыслил именно в таком ключе, это слишком пессимистичный подход, потому что Ранвик все-таки, зайдя в Локомотив, вложился в проект еще и своей репутацией. То есть, все будут говорить, ну, это первый проект его консалтинговой фирмы. Может быть, в России как бы это не столь громко афишируется, но я думаю, что в закулисном футбольном мире именно так это и воспринимается. То есть, это первый проект максимально сторонний, куда зашел как бы Ранвик не столько по приглашению, сколько еще и со своим личным интересом, потому что Локомотив ему действительно был интересен, и он с удовольствием пошел в этот проект. И то, как эта фирма выйдет из Локомотива, это для нее тоже очень важно на самом деле, потому что United United, это большой шанс для него, но сейчас конкретно, исходя из того, что мы видим, что происходит в Англии, провалиться в этом Манчестере у него очень даже большая вероятность. И в любом случае, сам Ранвик очень трепетно относится к своей репутации. Может быть, поэтому он не соглашался признавать, что он в Локомотиве занимает какую-то реальную клубную должность, а все время говорит о том, что он все-таки консультант. Но в любом случае, ему важно, чтобы проект Локомотива завершился положительно, чтобы никто не говорил, что вот, приходит ранвник к вам, забирает ваши деньги, выбрасывает их, часть забирает себе, а вас оставляет ни с чем по итогу. Я уверен, что у Локомотива есть шансы не остаться ни с чем. И вот тут мы подходим к главному вопросу. Понятно, там мало кто сейчас всерьез воспринял заявление Локомотива насчет ухода Ранвика в Манчестер Юнайтед, и тем более на фоне того, что вроде как этот самый Юнайтед даже никакой компенсацию Локомотива не заплатил. Хотя лично у меня большие вопросы насчет того, а надо ли платить компенсацию, если ты консультант со стороны, и по факту ты все равно остаешься в этом клубе, как фирма, а как человек ты уходишь. В общем, это очень сложные какие-то вот эти вот консалтинговые отношения. И на самом деле я не вижу повода для того, чтобы Юнайтед платил какие-то деньги Локомотиву, потому что Локомотив может выиграть в этой ситуации гораздо больше, чем просто деньги, потому что есть шанс наладить серьезный вектор между Юнайтед и Локомотивом. И, ну, не знаю, в моем понимании, если Локомотив станет эдаким фармом Манчестера Юнайтед, так как для Локомотива это будет огромное преимущество, потому что есть возможность пересылать игроков как бы в Англию, вот, и плюс каких-то талантов можно забирать из Англии. Если в Манчестере Юнайтед они еще не пробиваются по своим способностям, то вполне возможно они могут раскрыться в Локомотиве, и впоследствии уже из Локомотива уйти за приличные деньги, пусть там с процентом Манчестера, но я уверен, что для Локомотива это может быть положительная история. И вот это то, о чем я говорю. Что делать дальше без Ранника? Ну, так уж сейчас воспринимается, что без Ранника, хотя его фирма вроде как и остается в клубе. Вот, так вот, для Локомотива сейчас самое главное – это продолжать, продолжать все то, что заложил вот в зачатке, в зародыше сейчас Ральф Ранник, потому что изначально его проект предполагал как бы долгосрочную работу, не на полгода, не на один год. Это долгая плодотворная работа. Для этого как бы Ранник и пригласил так много людей в Локомотив, чтобы они делали работу, делали работу, которая будет нацелена на долгосрочный прогресс. Именно, ну, мы сейчас говорим о развитии футболистов. То есть самое главное, что сейчас нужно показать – это то, что футболисты будут расти. И, на мой взгляд, если честно, с таким тренером, как Маркус Гиздель, а вернее, ладно, даже отталкиваясь как бы от тренера, от стиля игры, который сейчас ставит немецкий тренер команде, и в этом стиле можно вырасти намного сильнее, чем при любом другом. То есть даже Марко Николич, он скорее выжимал максимум из своих футболистов, а Гиздель скорее ставит их в не очень комфортное положение, где ты хочешь, не хочешь, а тебе нужно прогрессировать. То есть он требует от игроков большего, и я уверен, что вот через вот это преодоление себя они реально могут стать больше. Посмотрите на Мардишвили, который прямо сейчас, на мой взгляд, с каждым матчем расцветает. То есть он все больше и больше адаптируется к этому энергозатратному футболу, с активным прессингом и с быстрым переходом из вороны в атаку. Это все только на пользу игрокам, потому что от них сейчас требуется очень быстро принимать решения. Это то, чем отличается российский футбол от европейского, потому что в Европе огромные скорости не с точки зрения даже интенсивности пробега, о которой сейчас много говорят, а именно с точки зрения принятия решения. И вот именно это сейчас в локомотиве можно развить, что, на мой взгляд, точно пойдет на пользу. Победы, на мой взгляд, придут. Сейчас, понятно, локомотив где-то проигрывает, потому что сложно прийти, перевернуть все с ног на голову, заставить играть не так, как команда привыкла, не так, как было заложено на летних сборах. И ждать после этого, что придут результаты, это слишком сложно, это нереально, мне кажется. Но я думаю, что через полгода, через год, я думаю, что даже после зимних сборов мы уже сможем увидеть локомотив, который может гораздо больше, чем сейчас. И я бы не посыпал голову пеплом из-за того, что Ральф Рангник ушел в Манчестер Юнайтед. Его контракт рассчитан только до конца сезона. То есть он может вернуться в локомотив после этого и точно так же продолжить свою работу. И самое важное, почему весь проект держится на одном человеке. Я согласен, что, да, как правило, самый умный, самый гениальный, он отвечает за контроль всей ситуации. Но давайте мы тоже включим голову. Но я не думаю, что в локомотиве есть только один человек, это Ральф Рангник, который может все это построить, следить за тем, чтобы все работало и принимать исключительно правильные решения. Я уверен, что в руководстве локомотива тоже есть специалисты, которые, по крайней мере, по заготовленному конспекту, который так скрупулезно и трудолюбиво собирал Ральф Рангник, смогут работать. Ну, потому что, мне кажется, что Ральф собрал просто идеальный документ, по которому просто нужно работать, работать и работать. Все, что только и остается. Так что, я бы не торопился с тем, чтобы локомотив говорить, что локомотив проиграл, назначив Ранника, и вообще это был полный провал. Давайте подождем немножко с оценками, потому что даже с оценкой трансферов часто мы можем ошибиться. Ведь если в первые полгода игрок ничего не показывает, это еще не значит, что в следующие полгода он не станет звездой мирового футбола. Есть много таких примеров и в российском футболе, и в международном футболе, поэтому я уверен, что игроки локомотива, а среди них действительно появилось много талантливых футболистов, они смогут еще произвести рост, и по итогу я не думаю, что локомотив останется в минусе. Так что от прихода Ральфа Рангенников локомотив, тот же локомотив, выиграет больше, как и от перехода его в Манчестер Юнайтед. Это был Тимур Валеев, «Спорт день за днем». Комментируйте под видео, делитесь своим мнением насчет того, что сделал Ральф Рангенников, или что еще должен был сделать, или что еще может сделать, ведь он наверняка вернется. Ставьте лайки, любите футбол, смотрите футбол. И с вами был Тимур. Пока.